для того чтобы защитить свои растения от ранних заморозков а многие люди используют теплицы и парники но согласитесь что не все можно запихать в теплицу или под парник укрыть это какую надо делать теплицу до каких размеров чтобы посадить все растения которые до боятся заморозков поэтому некоторые люди они используют баночки стаканчики тазики родные для того чтобы накрыть то когда до передает что будет мороз накрывают но это все поможет если минус небольшой скажем минус 1 на минус 2 сегодняшние заморозки ночью которые были минус 7 минус 8 практически полностью убили кабачки и тыквы и обычные стаканчики баночки обрезки из-под бутылок не защитили тыкву и кабачки а что будет если минус побольше скажем минус 5 минус 6 или там до минус 10 но в таком случае нужно позаботиться о надежном укрытии который действительно защитит даже при таком минусе я живу в сибири в красноярском крае и у нас здесь даже летом вот час у нас месяц июнь а ночами мороза причем этой ночью был хороший мороз 4 утра 4 июня все белым белом земля твердого так на улице сколько там минус 7 градусов до семь с половиной дубочок даже деревья лися даже сивы не чеснок он вся трава сломался чего себе так вот такие вот чудеса начало лета вот такой вот у нас сибирское лето есть конечно растение которые не боятся заморозка заморозков и поэтому их можно не укрывать чеснок который не укрывал конечно же как я уже говорил он не боится смотреть хорошо себя чувствует это несмотря на то что я в 4 выходил это все это в минус 7 да может быть еще холоднее даже было только я в 4 вышли утра в минус 7 может быть даже еще холоднее было до минус 10 смотрите чесноку все равно нил не укрытым то же самое капустой смотрите хорошо себя чувствует видите это сорт мегатон можете подумать это поздний сорт поэтому все равно ну вот например сорта скороспелка вот скороспелка вот другой сорт скороспелый тоже смотрите ему все равно то есть капуста тоже азаром морозков до минус 10 градусов не боится поэтому если смысл бега со стаканчиками и накрывать конечно же не да покойненько без укровного материала ничего не накрывал не боится то же самое морковка вот она всходит ну а многие местные растения такие как борщевик костер и много много других легко отходит хорошо растут даже одуванчиком смотреть им все равно чеснок морковь репа капуста да и конечно же многие да и растения местные которые растут в таком климате уже привыкли к этому таким заморозком или которые отходят после даже сильного мороза ну а есть южные растения которые надо до накрыть и даже порой несколько хорошим слоем да если укрывным да в несколько слоев иначе все замерзнет я хочу рассказать вам как я сейчас уже говорил о простом способе защиты растений который доступен каждому человеку который может каждый сделать о двух способах вначале поговорим о первом способе он подходит для таких растений как например картошка это использование окучивания вчера вечером перед заморозками я окучил сверху здесь у меня скороспелка сорт метеор то есть если мы хотим раннюю картошку да можно рано посадить но чтобы защитить от заморозков а мы ее окучиваем и сейчас я вам покажу откопаю в том месте где посадил и посмотрим что получилось откапываем смотрите видите картошка полностью зеленая не замерзла это несмотря на то что хороший мороз ночью был при таком способе важно полностью до полностью накрывать чтобы картошка была закрыта полностью до сверху и тогда все будет хорошо но мы понимаем что она растет поэтому каждый раз надо добавлять добавлять если например заморозки не один день и два а на протяжении может быть нескольких недель поэтому мы добавляем каждым разом да как понимаю да что если она вдруг начинает вылазить до чтобы не замерзла не подмерзла тоже теперь о втором способе так давайте я покажу вот второй способ это использование мульчирования сверху накрытие травой или сеном вот этот маленький которым потоптался ну хорошо не что не по картошке возле так вот 3 вот картошка которые я накрыл сверху но при укрытие травой или сеном а важно чтобы накрыть накрывать а травой с верхом полностью и чтобы она была укрыта со всех сторон учитывая чтобы не снизу воздух не проходил холодный не сверху нигде и слой должен быть сантиметров 5 и более тогда будьте хорошо то есть чтобы был слой хороший да и накрыто было полностью иначе что может быть у нас вообще обещали температуру минус 3 поэтому смотрите я думал но будет минус 3 ну ладно там до минус 5 будет поэтому плохо накрыл сеном местами вот скажем здесь смотрите что произошло я так чисто так сверху прикрыл немножко и все и вот в тех местах где была слабенько накрыта она хорошо подмерзла вот здесь я пока еще не открывал поэтому тут будет хорошо видно даже отсюда вот видно вот лист вроде бы накрыта все да но вот здесь вот лист торчит да из по картошке он замерз сейчас посмотрим что видите там где лучше закрыта внизу вот это та часть от этого тут лучше было вот эта часть закрыта тут смотрите целое там где в торчало как здесь да вот замерзла это отвалится конечно же эта часть останется будет расти поэтому очень хорошо надо если травой накрывать у надо очень хорошо как здесь я думаю здесь тоже здесь я хорошо хорошим слоем тут картошка поменьше но хорошим слоем травы сверху получается ну хороший такой большой слой со всех сторон укрыт травы эти целенькая где-то вот здесь тоже я укрывал а тут тоже сверху хорошо то есть там прям знаете тепло прям когда убираешь тепло пойдет она настолько укрыто держится тепло в этом месте если это тепло не сохраняется то есть она выходит то она замерзает их нужно хороший слой если травой укрываю действительно чтобы хороший слой чтобы там тепло держалась и чтобы холод не проходил туда надеюсь что вам тоже помогут данные способы чтобы защитить ваш урожай от заморозков ну а с вами я не прощаюсь смотрите другие видео на моем канале до скорых встреч